Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Пренебрежение прошлым в Карабахском конфликте выгодно Турции и Азербайджану Армен Айвазян. В Нью-Йоркском музее Метрополитен будет представлена история и культура Армении XIV века. Асад победил Либерман. В результате теракта в Алеппо погибли трое человек. Прошло четыре года после геноцида езидов. Жители Рабосские продолжают свою борьбу. Масис Пилтоян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Историк-политолог Армен Айвазян ссылась на точку зрения различных властей Армении, согласно которой историческая часть Карабахского конфликта не имеет значения, и отметил, что причины и генеалогия Карабахского конфликта чрезвычайно важны на международной арене. По словам Айвазяна, тезис упоминается как в западных и московских горе-анализах конфликта еще с начала 1990-х годов, так и в позициях известных международных посредников. Идеология полного пренебрежения истории конфликта с самого начала была заложена в основу переговоров минской группы ОБСЕ. Это один из важнейших структурных недостатков, который не позволил добиться успеха международной посреднической миссии. Пренебрежение прошлом в Карабахском конфликте выгодно Турции и Азербайджану, которые, естественно, не желают вспоминать геноцид армян с 1893 по 1923 годы. Погромы армян в Шуши с 22 по 26 марта 1920 года, незаконное создание НКО и несправедливое распределение ее границ, изгнание армян в советский период из Нахачевана, репрессии и дискриминации в отношении карабахских армян, организованные прогромы армян в Сумгаите в февраль 1988 года и в Баку в январь 1990 год. Включение этих событий в рамки переговоров поставят оба эти тюркские и фашистские государства в весьма сложную ситуацию. Следовательно, как в целях пропаганды, так и с дипломатической точки зрения упоминание истории конфликта всегда работает в нашу пользу. По данным посольства США в Армении, в Нью-Йоркском музее Метрополитен пройдет масштабная армянская культурная выставка. Заявление особо подчеркивается. Сразу после самого успешного Смитсоновского фольклорного фестиваля, проходившего в прошлом месяце, в Вашингтоне были представлены армянское наследие, традиции и культура в музее Метрополитен. Будет также представлена история и культура Армении XIV века. С 22 сентября посетители смогут изучить культурные достижения Армении, начиная с IV века по XVII. В результате активной деятельности армян на мировых торговых путях во всем регионе появились армянские печатные книги. Министр обороны Израиля Авикдор Либерман заявил, что президент Сирии Башар Аль-Асад побеждает в гражданской войне. И прежняя позиция Тель-Авива по поводу сирийского правительства будет явным отступлением. Мы не углублялись во внутренние дела Сирии до тех пор, пока не была нарушена конвенция 1974 года. Сирийский фронт отдыхает, когда восстанавливается сирийское правительство, сказал Либерман во время своего внезапного выступления на израильской военной базе 2 августа, признав победу и суверенитет сирийского государства. Предсказав, что ситуация на сирийских Голланах будет довольно спокойной, Либерман заявил, с нашей точки зрения ситуация, похоже, возвращается к такому состоянию, которое было до войны. Что говорит о наличии реального ответственного собеседника, сказал он журналистам. В результате теракта в Алеппо погибли трое человек, а шестеро оказались ранеными. Бомба взорвалась в районе Аль-Захра, недалеко от города Новый Алеппо. Также из-за террористических атак был нанесен большой ущерб. Повреждены дома и автомобили. Прошло 4 года с момента геноцида, совершенного против езидов в Синджаре. 3 августа 2014 года исламское государство напало на населенные районы езидов к северу от Ирака. Боевики исламского государства атаковали районы, населенные езидами, и заставляли людей сменять вероисповедание. Более 5000 человек были убиты в результате нападений террористической группировки. Около 6000 женщин и детей были захвачены в плен и подвергались сексуальному насилию. На рабских рынках Масула, Раки и ДРС Зора террористы продали тысячи пленников. Из-за геноцида сотни езидов были насильственно перемещены в другие места. До сих пор геноцид езидов был признан Арменией и Европейским парламентом. Родственники жертв резни в Шернакской деревне Робоски снова собрались, чтобы выразить свои жалобы. Родственники жертв заявляют, что они не откажутся от своей борьбы, независимо от того, что и справедливый протест всегда нарушается. Один из родственников жертв Дилек Энжун подчеркнул, что будет бороться за справедливость до конца. Даже если пройдет столетие, эту резню мы не забудем. Они нарушили наши праведные требования. Несмотря на все это, мы будем продолжать бороться с той же решимостью. Во имя справедливости мы продолжим нашу борьбу, отметил он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Партазум вартыльбацвац» в исполнении Татефа Сатриан. «Партазум вартыльбац» 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 в исполнении Татефа Сатриан. Оставайтесь с миром.